Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с Вадимом Родионовым ровно вовремя в студии, как люди ответственные, как люди, которые понимают свой ответ перед вами, перед работодателями Вадима и так далее. И вообще, наверное, каждый человек, который имел дело с ответственными людьми, с ответственным характером, исполнительных, серьезных, надежных, такие люди, которые нравятся обычно. Это люди, которые мечтает каждый работодатель. Наверное, в брак хотелось бы вступать с надежным, ответственным человеком и дружить с таким, очевидно, приятно. Но, казалось бы, все так хорошо, но всегда есть какая-то ложка дегтя во всей этой замечательной истории. И где она, кстати? Да, вот сейчас начну издалека. Я часто говорю, моим пациентам нет ни одного склада личности, который был бы однозначно хорош и однозначно плох. Везде есть и плюсы, и минусы. Начну издалека. Все мы помним, что в 60-х годах был такой эксперимент Милгрэма, когда людям под руководством ведущего поручено было бить током человека, сидящего где-то в кресле, и по требованию ведущего надо усиливать силу тока. А это были актеры? Это были актеры, которые кричали, корчились от боли, теряли сознание, но те, кто били током, не знали, что это актеры. И сидевший рядом ведущий, инструктор, требовал все более и более усиливать силу тока, потому что они знали, что где-то есть цифра, которая считалась смертельной. Кто-то отказывался, а кто-то соглашался и доводил удары током и до потери сознания, и даже до смертельных случаев. Смысл эксперимента был в том, чтобы узнать, насколько люди выстраивают отношения с властью, сколько они смогут подчиняться, как далеко не могут зайти в подчинение, если есть некий авторитет, который отдаёт приказы и так далее. Несколько лет назад психологи заинтересовались немножко другим вопросом. А что за тип людей, что за характер людей, которые настолько исполнительны в причинении боли ближнему своему? Это было во Франции. Объявили, что есть некий отборочный тур для телешоу. Пара один вопрос и задаёт, второй отвечает. За неправильный ответ бьют током. С каждым неправильным ответом сила удара током повышается. И, по идее, должны были пройти 27 раундов. Тот, кто выдерживал до 27 раунда, эта пара получала денежное вознаграждение. И людям объяснили, что прежде, чем это выйдет в эфир, надо просто обкатать без всякого денежного вознаграждения. И опять нашлись люди, которые шли до последнего, кто носили удары всё более сильные, не задаваясь вопросом, что чувствует человек на той стороне. Там, опять же, был актёр, естественно. И вышла интересная вещь, что наиболее опасными оказались те самые... Перед тем, как пойти в это же якобы шоу, все проходили личностные тесты. И там были тесты на самые разные черты характера, черты личности, в том числе уровень ответственности, уровень самоконтроля, дисциплины, исполнительности и так далее. И выяснилось, что люди, наделённые теми самыми замечательными чертами ответственности, дисциплины, самоконтроль, оказались наиболее беспощадными. Это были люди, которые хорошо выполняли порученное им дело. Не в силу каких-то садистических импульсов, потому что они привыкли всё делать хорошо. Не задумываясь о том, что они делают. Я даже не задумываюсь о них или нет. Я думал, что у них было поручено им ответственное задание. Его надо выполнить. И ряд психологов в разных странах заинтересовался этим явлением и начали исследовать все эти вещи подробнее. Оказалось, очень интересные вещи. Был ещё один эксперимент. Он был вроде как на исследовании отношений человек-животное. Взяли добровольцы, тоже не прошли те самые тесты. У них было задание. Они должны были в кофемолку засыпать. Было много таких жучков живых, естественно. Их надо было молоть. Чем больше, тем лучше. И опять испытуемые не знали, что на самом деле жучки просто высыпаются из кофемолки неповреждёнными. Но в кофемолке был записан звук хруста перемалываемых панцирей. И опять обнаружилась интересная вещь. Что были люди, сомневающиеся, которые, их всё время подбадривал ведущий, но их задача – как можно больше жучков успеть перемолоть. Но были люди, сомневающиеся, которые смололи среднее, умеренное количество жучков. Максимальное количество жучков смололи люди ответственные, дисциплинированные, с высоким уровнем самоконтроля. Привыкшие всё доводить до конца. Да. И дальше было ещё множество разных исследований. И выяснилось, что если из этих факторов убирается такое понятие, как мораль, человеческий самоконтроль – это интересная штука. Люди, наделённые самоконтролем, начинали хорошо понимать, где можно позволить себе быть беспощадными и жестокими, а где нельзя. Где это будет осуждаемо общественным мнением, а где не будет осуждаемо. И там, где их уровень ответственности и самоконтроля позволял понять, насколько их действия будут кем-то осуждены. То есть, внешний фактор имеет значение? Не внутренний, а внешний. От этого очень менялось их поведение. Ещё один эксперимент, достаточно популярный психолог, называется «Игра в диктатора». Когда есть пара, и одному в паре выдаются некая сумма денег, ему говорят, ты можешь ставить все деньги себе, ты можешь частично поделить их с партнёром, насколько ты с ним поделишься. Это уже твоё дело, можешь дать ему все деньги. Это исключительно твой выбор. И обнаружилась тоже интересная история. Люди, дисциплинированные, контролирующие себя, они знают, что в обществе щедрость поощряется. Это хорошее качество. Поэтому, когда люди знали, что их будут оценивать, что они будут выносить некое осуждение, они отдавали деньги, в среднем треть суммы, а некоторые и больше, потому что им важна была их репутация для неких дальнейших целей в жизни. Если эксперимент выстроен так, что они были уверены, что никто не узнает о том, сколько денег они отдали, они не отдавали деньги вообще, или давали некую ничтожную часть. И вот это тоже интересная история. Если мы убираем фактор морали, во что превращаются люди с высоким самоконтролем, дисциплиной и ответственностью. Такую машину, которая выполняет определенную задачу, без осмысления этой задачи. Мы же знаем хорошо, один народ, который известен высоким уровнем дисциплинированности, высоким уровнем ответственности, исполнением приказов, аккуратностью и так далее. Правда же знаем? Знаем. И даже знаем годы, в какие это все осуществлялось этим народом. Ну, народ таким был всегда. Немцы всегда были народом ответственным и дисциплинированным. Немецкий порядок, аккуратность всегда ставились в пример окружающим. Некоторые этим восхищались. Но ведь это как раз и говорят, что именно вот такая педантичность и сделала нацизм тем самым страшным режимом, оружием, потому что, окажись, в общем-то, фашизм Муссолини тоже страшная вещь, но тем не менее, он не сравним с нацизмом. Фашизм Муссолини был неким локальным явлением, который за исключением, по-моему, войны в Эфиопии ни в чем особо плохом замечен не был. Фашизм Муссолини до тесного сближения с немецким нацизмом даже в общем-то и в антисемитизме не был замечен. Но нацизм взял фашизм на вооружение и довел его до некого абсолюта. Да. Фашизм Муссолини ставился целью вернуть Италии величие, ценности древнего Рима и так далее, и так далее. Не хватило вот как раз педантичности же вот этой и ответственности, потому что, опять же, если говорим о немецкой армии, то, в общем, там, где воевали немцы, одна история, там, где воевали союзники немцев, итальянцы, румыны, там совсем другая история, там как раз и говорили, там, где румыны, вообще можно туда без опознания. Мать моего покойного отчима жила на территории, где были румынские войска. Все, в чем они были замечены, это в бесконечном воровстве домашней утвари, живности и так далее. Но это безответственное отношение в какой-то степени. Это легкое пофигистическое отношение людей из теплых стран, из теплого климата, очевидно. И я думаю, что поставлен звонок. Да, звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Извините, я попытаюсь очень сконцентрировать. Пока слушал вводную часть издалека, как вы предупредили. Чем больше слушал, тем больше пугался, потому что в какой-то мере ощущал, что речь не спинчет и обо мне. Но потом понял некоторые различия. По-моему, мне кажется, что это значительное различие, потому что та группа людей, которая всегда брала какие-то конкурсы, викторины, на тесты и все такое, все-таки это та же определенная группа людей, которая будет, пусть я жена, и педантичная, и очень исполнительная, но все-таки они подвержены тому, что они готовы где-то в чем-то участвовать. Это тоже, наверное, является какой-то особенностью их устройства, не знаю, отношения к происходящему. И поэтому из этих всех экспериментов, где вдруг кажутся благополучные и нахренные люди для общества, становятся совершенно неприемлемыми с моральными точками зрения. Вот это хотел я идею высказать, что все-таки когда берутся такие вот экспериментальные приемы, они оттуда выдергиваются не, наверное, лучшую часть общества для таких украшений, как самых исполнительных людей. Да, спасибо вам. Я думаю, что там не отбирают лучшую или не лучшую часть общества. Я думаю, что отбор происходит вполне себе случайный. При том, что изначально все эти качества со способностью самоконтроля, ответственности и так далее считаются очень полезными. Мы сегодня просто день воспоминаний о разных экспериментах. Был Стэнфордский тюремный эксперимент, был Стэнфордский зефирный эксперимент, когда взяли группу детей, я тоже помню, 60-80-е годы, и детей оставляли в комнате, перед ними на столе лежал зефир, им говорили, что ты можешь съесть его прямо сейчас, но если потерпишь 15 минут, сделаешь паузу, ты сможешь съесть, получишь в два раза больше, или более дорогой, или более вкусной, и так далее, и так далее. После чего ведущий выходил из помещения ребенка наедине с этим зефиром. Большая часть детей, сколько они были дети, съедал зефир сразу же. То есть лучше синица в руках. Да. Меньшая часть детей выдерживала паузу и получала большую награду. Как гласит история, психологи не поленились и через много лет отследили судьбы детей, участвуя в эксперименте. Как выяснилось, дети, которые сумели сделать паузу и не съесть зефир сразу, в дальнейшем в жизни более преуспевали. Это ведь мне кажется, что стратегическое и тактическое мышление. То есть получи здесь и сейчас выиграть в тактическом варианте или подожди, стратегически продумай. Вот ребенок тоже осмысливает, что если я предприму определенные усилия, потерплю сейчас, получу потом больше, соответственно, это тоже можно таким образом интерпретировать. и так, можно и так, правда, потом эти детей обследовали, вроде бы, они выхода в улице у них были лучше практически все показатели карьерные, академические и даже состояние здоровья, то есть они были более ответственны, правильно питались, занимались спортом и тому подобное. Правда, в 2018 году этот эксперимент кем-то был опровергнут, что взяли более большую выборку детей, намного больше, и пришли к выводу простому, что дети из более обеспеченных семей, которых зефир бы не был таким уж счастьем, могли спокойно подождать, что дома их ждало очень много разных лакомств. Там разная социальная группа. Да, дети из более бедных семей не проявляли такого терпения. Но, тем не менее, мы опять упираемся в то, что исполнительность и самодисциплина всегда является крайне позитивной. Позитивным качеством. Ну, вот всегда ли является крайне позитивным качеством? Потому, что мне кажется, что когда мы говорим о самоконтроле, о дисциплине такой жесткой, ведь там есть элементы подавления собственных желаний. Человек может подавлять в себе что-то для того, чтобы соответствовать как раз определенному статусу. Я думаю, что мы все-все подавляем определенные желания. Ну, вопрос на сколько? И не станет ли это подавление потом причиной каких-то проблем? Скажем, человек всегда наступал на свои желания. Вот классический пример, например, быть хорошим сыном, хорошей дочерью для своих родителей в ущерб своим интересам. Всегда это не является тем самым самоконтролем и подавлением. То есть, не проявлять свои эмоции, например, при родителях, при жене, при муже, ну, неважно, при любом другом. Мне кажется, нам важно провести черту, разделяющую самоконтроль и дисциплину с гиперответственностью. Тревожные гиперответственные люди, среди которых очень много трудоголиков, людей, которые могут лечь костями на работе, людей, которые для того, чтобы быть хорошими детьми, хорошими подчиненными, будут жертвовать всем на свете. Это одно. Исходя из того, что мы говорили, о чем мы с вами говорили раньше, если фактор морали и репутации не учитывается, то мы вполне можем себе представить, ну, не знаю, холодного карьериста с отличным самоконтролем и дисциплиной, который, кстати, по некоторым исследованиям подобные люди легко могли подставить коллегу по работе, если речь шла о каких-то карьерных битвах. То есть цель оправдывает средства. Да, да. И я хочу подчеркнуть, мы не говорим о том, что все люди с самоконтролем и дисциплиной и ответственностью это холодные патологические злодеи. Но если мы почитаем то, что поражало многих, как в описаниях, допустим, нацистских концлагерей, когда человек творил ужасные вещи и возвращался домой в семью. И там, где ответственность и дисциплина, ну, мы знаем, были когда-то в самых разных странах погромы, когда могли людей ограбить, избить, убить и так далее. Но вот этот педантизм, разложенный отдельно по ящикам детские игрушки, золотые зубы, одежда, срезанные волосы и так далее, вот эта отлично отрегулированная машина убийства была характерна исключительно для немецкого нацизма, для периода Второй мировой войны. Это такая безэмоциональность, да? Ведь если мы возьмем архетип злодея, как мне кажется, такого даже литературного или кинематографического, мы можем, конечно, найти там эмоциональное проявление, но в целом пугающим, как мне кажется, является очень спокойный маньяк, который делает что-то, не меняя там выражение лица. То есть человек, который может с тобой спокойно разговаривать, а потом так же спокойно будет отпиливать себе ногу. То есть в этом без участия, может быть, не проявление каких-то эмоций скрывается вот этот весь ужас. Я бы не сказал, что люди с описываемыми чертами обязательно лишены эмоций. Но они их не проявляют, может быть? Не обязательно. И не как-то контролируют. Вот контроль – другое слово. Люди с каким-то серьезным эмоциональным дефектом, люди с отсутствием эмоций – это серьезная психическая патология. Немножко другая история. Я в какой-то нашей передаче уже упоминал замечательную книгу «Благоволительница» Джонатана Литтелла, где как раз очень подробно описывается вся история и Второй мировой, и Холокоста, и так далее. Там описывалось, что были люди, которые убивали с наслаждением, а были люди, которые говорили, что да, это мой нелегкий долг перед Рейхом, перед будущим немецкого народа, ради него я должен творить ужасные вещи, но это мой долг, это моя обязанность, и я приношу в жертву свои чувства будущего моего народа. Но это ведь страшно, ведь ничего личного, просто бизнес. Вот в данной ситуации бизнес мы меняем на там не знаешь, как это можно сформулировать. Я вполне допускаю, описываю, что среди них были люди с моральными терзаниями. Были люди, которые начинали спиваться, были люди, которые даже кончались с собой, но дисциплина и ответственность и долг заставляют их творить ужасные вещи. Сейчас мы прервемся на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами, это программа Диагноз недели, в студии работает врач-психиатр Харель Резник Мартов. Микс Ньюс. Мы продолжаем программу Диагноз недели, у нас звонок, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Петр зовут. Да, Петр, слушай вас. Я вот хотел бы у психиатра такой вопрос. Вот среди школьников, подростков, да и среди взрослых бывают такие случаи, когда вот более смышленые, интеллектуально, может быть, развитые дети издеваются над такими недалекими подростками, не совсем развитыми, или, например, ну, бизнесмены там оборовывают очень изящным образом людей простых, которых есть только один шанс, кулаки, ну, и, может быть, оружие, там, вот, желание отомстить, и вот, как в этой части, когда тут морали не придерживаются эти люди, они издеваются, ну, так тонко, изящно, как бы, вот, что делать? И правильно ли делают те, которые дают им сдачу в силу своей возможности? Я вспомнил свой класс, кстати, у нас, ну, это не политкорректно говорит, но, скажем так, не самый умный мальчик, бил тех, кто умнее, ну, поэтому здесь вопрос спорный, что издеваются только те, кто умнее, или нет? Я думаю, что, да, и травят тех, кто умнее, слишком больших умников, поэтому по-разному, я думаю, что атмосфера травли в школах, ну, в школах вообще, как мы знаем, если есть ощущение в классе, вот, нас большинство, понятие морали обычно не очень используется. Но у детей еще это формируется, только ощущение среды, и они жестокие. Да, если нам много, нас много, и мы вместе весело кого-то травим, это такая игра. Это часто находятся лидеры этой травли, не так давно я сталкивался с ситуацией, где девочка в вполне себе хорошей школе была объектом длительной травли со стороны нескольких учеников ее параллели, и, в общем-то, защитить ее никак не могли, потому что кто-то из одноклассников боялся заступиться, администрация оказалась в этой ситуации почему-то совершенно импотентной. И, да, есть такие ситуации, когда начинают править вот такие люди, где понятие морали и общественного мнения отсутствует, или общественное мнение направляемо теми самыми сильными фигурами. Но, в общем-то, на что имеет право человек, защищающий себя, нужно иметь право на все в рамках Уголовного кодекса. Мы знаем множество сюжетов в мировой истории, литературе о мстителях, которые мстили за некую совершунок им несправедливость, мстили жестоко, сами обычно становились жертвой собственной мести. Да, но месть не всегда приносит удовлетворение, как известно. Часто она не приносит ничего. Кстати, месть, мы говорим о самоконтроле. Здесь же это известная, по-моему, итальянская поговорка. Месть – это блюдо, которое подают холодному. Что-то очень обдуманное, взвешенное. Кстати, очевидно, люди с высоким уровнем самоконтроля, дисциплины и ответственности способны реализовать самые разные планы, в том числе и достаточно зловещие, используя все свои замечательные качества. Если еще снабжены хорошим уровнем интеллекта и не обременены моралью, та же история. Но Мариарция, он наш герой? Вот герой обсуждения сегодняшнего? Или все-таки нет? Человек, который хорошо себя контролировал? Мариарция все-таки описывалась как гений. Гений. Гения, вычеркиваю. Это немножко другая история. Я думаю, что гениальность звучала. У нас в прошлой передаче пять слов «гений» звучало. Я думаю, это не о Мариарте. Конечно, с Холмсом были очень похожи, просто по разные стороны баррикад оказались. Так уж получилось. Где мы все пересекаемся с такими людьми, которые со всей ответственностью и дисциплиной воплощают какие-то свои принципы в жизни, не считаясь с потерями? Наверное, все мы или встречали, или слышали, я это и видел в реальной жизни, и слышал своих пациентов истории об очень ответственных родителях. Очень ответственные родители, которые сами в жизни были весьма дисциплинированы, которые добивались успехов в своей карьере и которые всеми возможными способами, достаточно жестокими в частности, воспитывали своих детей. И поскольку у них было моральное оправдание, они делают доброе, хорошее дело, дети находились под таким спокойным, холодным прессингом. То есть там, где ребенка буквально не остается в воздухе, чтобы дышать. Ну, холодный такой контроль над ребенком, это такой, его можно объяснить дефицитом любви, или все-таки это не взаимосвязанная вещь? Дефицитом любви к ребенку или дефицитом любви контролирующего? Дефицитом любви контролирующего и к ребенку в том числе. То есть вот за этим самоконтролем есть любовь, может быть, любовь? Или она исключается из этого процесса? У нас нет тестера на любовь. Согласен, что субъективно. Привоза нет. Но человек, которого спросят, почему он так жестко к своему ребенку, скажет, потому что я его люблю. Ну, на его же благо. Потому что я хочу, чтобы он всего в жизни добился, чтобы он умел выполнять поставленные задачи, чтобы он не совершал ошибок и так далее, и так далее. Но здесь ведь нет фразы, чтобы он был счастливым. Часто. Нет? Очевидно, многие считают, что это и есть счастье уметь много и ответственно работать, выполнять поставленные задачи и много зарабатывать. Наверное, к этой ситуации человека можно загнать. Я до сих пор, по-моему, попал в гости в одну семью, где глава семьи радостно рассказывал, как в одной нашей передаче вспоминал, радостно рассказывал в присутствии собственного сына, по-моему, что вот он был такой раздолбай, не хотел учиться, шлялся. Я его сломал, сказал он. Я с него жестко его сломал, а вот теперь он хорошо учится. И все, у него сын при этом так натужно улыбался. И я думал, боже мой, чем же ему придется расплачиваться за это? И что же будет с этим ребенком? Да. К тому же не ребенком. Потому что сломанное, это травмированное, сломанное, это уже не цельное. И можно только гадать, какая цена будет уплачена за хорошее поведение и хорошую учебу. В скотном дворе у Орла, помните, там был конь, который все время работал, «боец», кажется, его называли. И в конечном итоге он ведь тоже страдал от самоконтроля. Он думал, что если он будет работать, то он обязательно заслужит одобрения. И, в общем-то, он там и умер. Потом его там вывели за пределы этого скотного двора. Это опять скорее история той самой гиперответственности, мне кажется. Где еще мы сталкиваемся с людьми с прекрасным контролем, дисциплиной и ответственностью? Есть такое старое, хорошее слово «карьерист». Она, кстати, имеет негативную коннотацию. Обычно имела, да. Хотя, с одной стороны, вроде бы человек-то хочет сделать карьеру, почему за это его можно осуждать? Ну, какой ценой? Наверное, в слово «карьерист» уже включена эта цена за то, что готов пойти по головам и так далее. Хотя, возможно, это субъективное наделение этого термина определенными такими составляющими. Я думаю, что… Ну, это чем-то созвучно слово «эгоист». То есть, думать в первую очередь о себе – это нормально. Думать о себе полностью, пренебрегая интересами кого-то вокруг тебя – это уже морально окрашено не очень хорошо. Ну, «карьерист» ведь, если, опять же, покопаться в этом термине, это человек, для которого карьера – это цель. Карьера – это цель. А не осмысленность того, что ты делаешь. Поэтому он, скорее всего, будет… Я думаю, это может сочетаться вполне. Может. Человек может любить своё дело, но при этом хочет добиваться у него неких высот, в том числе связанных с некой властью, в том числе. Такая иерархическая ступень. Да. И я думаю, что есть понятие подсиживания, интриг на работе, которые мастерски осуществляются, мастерски правильного дарения, осуществляются людьми такого склада. И мне кажется, что для них характерно, они это стараются сделать, опять же, чтобы не быть осуждёнными. Вспомним фильм «Служебный роман» и героя, который играет Басилашвили. Самохвалов. Да, Самохвалов. Всё об этой фамилии. Да. Средоточен. Который строит интриги, пытается всячески наказать героя, кто играет Мехков, за его поведение, но при этом старается в дружеских отношениях, говорит ему комплименты. И так далее, и так далее. Вот тоже, мне кажется, хороший человек с высоким ответственностью, дисциплиной, с полным отсутствием морали. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я ещё раз, Пётр. Да, Пётр. Здравствуйте. Я хотел сказать, вы вот так говорите, а самого главного-то не говорите. Это люди, которые в армии служат, и полиции. Вот как вы можете сказать, когда армию заставляли в Новочерскарске расстреливать безоружных людей, или в Тбилиси там лопатками на мирные демонстрации, они вынуждены, из армии никуда не уйдёшь, ты вынужден, мораль вообще тут ни при чём, понимаешь, как вот эти случаи объяснить? Да, спасибо вам. Я думаю, что и в армии тоже, во-первых, были люди, которые отказывались воевать. Не все, но отказывались. Во-вторых, мы, кстати, можем вспомнить войну во Вьетнаме, когда было энное количество людей, которые просто отказывались идти на войну, отказывались сражаться, отправлялись за это в тюрьму, и так далее, и так далее, но при этом не отказывались от их убеждений. И да, очевидно, были люди, которые, так же, как во время Второй мировой, считали, что исполняют долг перед Родиной, получали на этот такой карт-бланш, моральное оправдание для себя. Я думаю, что и в армии, и в полиции можно найти людей, которые наслаждаются своей властью, которые упиваются своей правильностью и своими достижениями, и можно найти людей, которые стараются работать по совести, если можно так выразиться. Поэтому я не думаю, что всех людей, служащих в силовых структурах, можно однозначно записывать в негодяя и людей, наслаждающихся властью. Ну, можно ли сказать о том, что такие иерархически устроенные структуры, как армия, МВД, там, допустим, то они, в общем-то, к ним больше тянутся люди с большим уровнем самоконтроля, потому что там все очень структурировано и очень четко должно быть. В отличие от дворческих коллективов. Не, наверное, в таких структурах без уровня самоконтроля, дисциплины и ответственности ты никуда особо не продвинешься. Как сказал один мой знакомый, живущий в Америке, у того самого полицейского, которого за коленом якобы задушил злосчастного Флойда, он сказал, ну, что ты хочешь. Он 20 лет патрульный, он никуда не продвинулся по службе за 20 лет служил в полиции. Очевидно, у него с дисциплиной, да и может с интеллектом, большие проблемы. Я думаю, люди с высоким уровнем ответственности и дисциплины всегда по карьере продвигаются, потому что действительно это, что называется, надежный человек, который можно положить, ты отдал ему распоряжение, оно точно будет исполнено. И не просто будет исполнено, оно будет исполнено с блеском, с учетом каких-то еще дополнительных деталей, которых даже забыли упомянуть, он обязательно это сделает. Здесь, мне кажется, еще интересный нюанс можно найти. Вот люди с самоконтролем и дисциплиной, насколько это совместимо с некой креативной составляющей, то есть человек, который очень хороший исполнитель, допустим, очень хорошо себя контролирует, легко ли ему выходить за рамки некого стандарта, в котором он находится? Потому что выход, ну, как мы знаем, вы не любите эту формулировку из зоны комфорта, но тем не менее, это не является неким таким тормозящим фактором для того, чтобы как-то развиваться человеку с таким складом характера? Мне трудно обобщать, но я, конечно, думаю, что люди склонные к креативности, в них заложены достаточно высокие факторы способности к импровизации, способности к неким нестандартным, небанальным действиям, способность не считаться с авторитетами и тому подобные вещи. Наверное, теоретически это вряд ли совпадает на 100% с самоконтролемой дисциплины. С другой стороны, мы вспомним фактически кого угодно, Микеланджело, Родена, это люди, которые были способны работать с невероятной самодисциплиной, самоотдачей, жертвуя удовольствиями, развлечениями и так далее. Вот целеустремленность и самодисциплина с творческим характером в принципе вполне могут быть сочетаемы. Я думаю, что предполагающие искусство это акт такого лёгкого гения, который всё делает по настроению и моментально, вряд ли. Кстати, классический пример, который мне сейчас пришёл в голову, это Альберт Эйнштейн. Например. Мне кажется, был одновременно и способным к импровизации, и был человеком, который мог себя контролировать и заставлять работать над своими трудами. Я думаю, что наверное, все люди... Мы на стадию гениев перешли. Наверное, все люди, которые добиваются чего бы то ни было в искусстве, в точном, как в армии и полиции, обладают очень высокой работоспособностью и, хорошее слово, самодисциплина, потому что эта дисциплина даже в ответственность не перед кем-то, а перед самими собой. Мне кажется, в этом что-то есть. Хотя есть, как гений, как традиционно изображают Моцарта, беспутный гений, которому всё даётся легко. Я думаю, что это тоже было как-то несколько преувеличенностей, его беспутности и лёгкости, которые ему всё давалось. Ну, это мифологизация, кстати, Сальери, который завидовал Моцарту. Ещё и по причине того, что кому всё, а кому ничего. при том, что Сальери, как учит нас историю, был очень известным композитором, очень авторитетным, и то, что он завидовал Моцарту, что тем более отравил, это, конечно, целиком на совести творческих людей. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, звоните нам, задавайте вопросы, это программа «Диагноз недели», но я хотел бы ещё немножко, чтобы вы разъяснили ситуацию с отличием гиперответственного человека о человеке, который склонен к самоконтролю. Вот где эта черта, где эта разница? Гиперответственность всегда связана с высоким уровнем тревожности. Гиперответственность – это черта педантов и перфекционистов. То есть попытка как-то себя успокоить, упорядочив всё в гипертрофированной форме? Ну, как мы знаем, тревожным людям тревога – это страх некий страх перед будущим, перед неопределённостью. Что-то может случиться, что-то может произойти. Тревожность, направленная на здоровье, становится мнительностью. Ипохондрия, да? Ну, немножко не всё. Мнительность, но лучше мнительность. Тревожность, направленная на работу, становится трудоголизмом и той самой гиперответственностью. То есть желание максимально взять всё под контроль. Гиперответственность – это желание сделать всё идеально, безупречно, подстраховавшись. Гиперответственный человек никогда не даст себе покоя. Если он сделал то, что он должен был сделать сейчас, то, скорее всего, займёт чем-то, что он должен сделать завтра или послезавтра, чтобы тоже подстраховаться. Но это для себя или для внешней аудитории? То есть гипер... В первую очередь для себя. То есть неважно, что подумают, важно, что я... Гиперответственность – это отношение не с начальством, а с самим собой. Гиперответственность – это способ унять некую тревогу, сказав, что я молодец. Где-то была фраза из врачей или, не помню, из учёных «Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше». Она известна, ему как будто она известна, принадлежит. Поэтому, мне кажется, что те, кого мы сегодня говорим, вряд ли это тревожные люди. Вряд ли это люди, которые одержимы тревогой сделать всё максимально хорошо. То, о чём я ведь упоминаю, вот этот фактор морали, этот фактор разницы в поведении, когда ты знаешь, что тебя кто-то оценивает, когда тебя никто не оценивает, непосредственно человек, который наводит порядок у себя в квартире, он оценивает себя сам, ему не нужно, что кто-то придёт и скажет, хорошо, брата Бога, он наведёт блестящий порядок, он будет, при этом он будет всячески гнобить своих близких, если кружка стоит не на том месте или в ненадлежащем количестве сантиметров от края полки и так далее, и так далее. Человек из тех, о которых мы говорим сегодня, скорее всего, будет очень чётко понимать, есть аудитория и тот будет оценивать или нет аудитории и будет вести совершенно по-разному. Хочу ещё раз подчеркнуть, что люди с высокой степью самоконтроля, дисциплины и ответственностью, совершенно не обязательно все, как на подбор злодеев. Мы просто говорим о том, что все эти замечательные качества, приложены к человеку, у которого отсутствуют морали, которые хотят добиваться любой ценой, ни с кем и ни с чем не считаясь, тогда они становятся опасными. Есть люди импульсивные, вы скажете, о гениях. Помните, гении Средневековья или Ренессанса очень часто были замешаны в каких-то криминальных историях. Ну, например, знаменитый ювелир Бенвенута Челлини, гений чистейшей пробы, который в своих мемуарствах и автобиографиях написанных, очень хороших книгах, кстати, описывает человека, который всячески его оскорблял, потому что не было вражда, но Челлини предупреждали ни в кости не связываться. У этого человека случилась некая чувство безнаказанности, он окружил себя охраной, вместе с этой охраной решил пройтись под окнами у Челлини, всячески надеемно смехаясь. Челлини был человеком гениальным и вспыльчивым, схватил кинжал, выскочил на улицу, растолкал охрану и немедленно заколол его прямо у себя под окнами. Вот это все гениальное просто. Это гений, который не наделен самодисциплиной. Это человек, который появился импульс, он его реализует любой ценой. Вот те люди, которые мы говорим сегодня, это люди более системные. Люди, которые куда легче встроятся в систему, используют себя на благо и так далее. Поэтому, мне кажется, если мы пересекаемся с такими людьми на работе, в семье и так далее, кажется, есть такой хороший термин доброта. Он, не очень профессиональный, но он, безусловно, на мой взгляд, существует. Так вот, человек с высокой степенью ответственности, дисциплины и так далее, и так далее, будучи наделенным добротой, скорее всего, не использует этого зла. Скорее всего, это качество не позволит ему при наличии какой-то возможности издеваться над людьми, унижать их или совершать против некие интриги и диверсии. Человек, лишенный доброты, со всеми замечательными качествами, интеллектом, работоспособностью, дисциплиной, способен на самые ужасные вещи, чему свидетельствуют истории Второй мировой войны, и не только ее на самом деле. Я думаю, можем вспомнить все, что угодно. Период революции, гражданской войны, период революции во Франции. Да и в мирной время революции. Да и в мирное время тоже можно найти людей, которые все эти замечательные черты использовали так, что у современников, да и у потомков волосы дымом вставали. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу «Диагноз недели». В студии работал врач-психиатр Арель Резник-Мартов. Я с вами не прощаюсь, мы встретимся через час в программе «Вечерный интерактив». Арелю мы говорим до свидания, до следующей недели. Всего доброго.